Ууууу, контент пошёл контент, уууу, пацаны! Привет дружище, что ж мы с тобой продолжаем выживание на сервере Undeadark 4man reype.pwp x5 Все ссылочки и как подключиться, есть в описании. В прошлой серии мы защищали свою базу от рейда, типов которые живут в Медвежке, на центре. Поэтому, если ты по какой-то причине fois пропустил предыдущую часть, то аннотация есть сверху, ссылочка в описании, а если на канале новенький, то рекомендую тебя проследовать по второй ссылочке в описании и начать смотреть этот сезон с первой серии, чтобы у тебя не было лишних вопросов. А также рекомендую тебя сразу подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях, которые будут выходить по арку. И да, я знаю, что сейчас выходят видосики с очень большим разрывом, но в ближайшее время постараюсь это исправить. Ну а также перед началом просмотра этой серии маленькая рекламка. Уже в эту пятницу 10 апреля состоится открытие нового пвп-кластера x5 с ограничением на количество людей в трайбе 10 человек. Своего рода это медиум-трайбы, для людей, которые играют в компании больше 4-6 человек и которым 4 мены или смол-трайбы уже не подходят. На сервере полностью сбалансированные настройки. А также каждому новому игроку выдаются автоматически 3 дня пве-защиты для спокойного старта и развития. Ссылочка на Dead Ark 10 Man Tribe есть в описании. А также на старте я буду за вам стримить, так что залетай и, возможно, перетечемся. Так, а это еще что за клоуны приперлись? Ой, решил встать на свою голову пораньше. Надо сейчас глянуть где-нибудь там поумирали, что сделали. Опять что ли эти черти в АФК решили прийти порейдить? Господи, как они меня уже задолбали, не могут днем прийти. Так, ну, вроде... Эта люстра стоит, эта люстра стоит, ФОП вчерашний стоит. Что-то я не понял. А где они что вообще делали? Так, это было не достроено, так и осталось. Ну да, турки так и не повесили, хотя просил. Ну да ладно. Что-то я не могу понять, а где они вообще тогда умирали, если все у нас стоит? Может быть, на той стороне рейдят. О, видел Монагу. Так, а вот это уже интересно. С трансмиттером даже, ребята. Ух, какие вы хорошие-то. Так, ладно. Я понял. Нужно живку взять и снайперку. Снайперку я выложил вчера. Сейчас мы эту Монагу отстрелим. Хотя вот эта люстра вроде цельненькая. Каким же надо быть конченным, чтобы три дня подряд приходить в пять-шесть утра? Господи, шесть-десять. Как хорошо, что меня кошки разбудили, хотя бы спалил этих придурков, как они начинают рейдить. Ладно, винтовку надо. А что случилось? А где трансмиттер? А где Монага? Ну, это, конечно, вообще ссыканы высшего уровня. Я один ванай зашел, они сразу свалили. Бам! Нету дотика. Если бы меня кошки не разбудили, я вообще хрен зашел так рано. Ну, хоть патрончики полутаю. Я так, кстати, не понял вообще, где, что они пытались сделать. Что ты там кучу раз поумирал и поразил у них умер. Где я ничего делал? Я так и вообще не понял. Сюда еще. И сюда. В принципе, думаю, спамом пока хватит столько. Все еще чекнуть их базу надо. Так, ну, у них вообще хоть что-то тут изменилось, нет? Так, понял, это не та стеночка. Сейчас надо стенку найти, около которой чекать. Я уже забыл, блин. Так редко скауч в пещеры всякие. Опа, челик. Бам в жбан. Все, сразу свалил. Они в онлайне, сейчас мне не дадут почекать нормально. Надо будет попозже еще раз заглянуть. Че, все. К себе в норку забежал. Заверек. Ну, сейчас они в онлайне не дадут мне нормально почекать. Вряд ли они сегодня еще раз придут. Надо постепенно готовиться к их рейду. После чего я вернулся на базу и пошел дальше спать. А когда уже проснулся, то мои сатрейбы уже частично подготовились к рейду, но этого было еще недостаточно, ведь у нас не было еще достаточного количества нормальных меков, чтобы можно было быстро почистить их спам. И остаток дня и весь вечер мы провели на карте экстинжен, выбивая меков. И еще всякие интересные принтики. И нами было принято решение, что будем рейдить их в онлайне. Поскольку они три дня подряд к нам приходили очень рано утром, буквально в 5-6 утра, значит по идее часовые пояса у нас разные. И в это время они уже не спят. И мы просто решили отплатить им той же монетой. И прийти уже на следующий день в то же время в которое приходят они, надеясь на их онлайн и мясистую зарубу. Ну я вроде все с собой взял, что нужно на рейд. Ну по крайней мере став свой. Сейчас там дот поставьте, тпшку потом поставим, чтобы потом уже, когда развернемся полностью тпится. А то они по звуку могут спалить то, что мы уже у них под базой сидим. Вы же взяли тп? Я притащил. Ну все хорошо. Ну я скажу, когда тп поставить. Не ставится? О, теген есть. Замечательно. Сразу, да-да-да, сразу на максимум. И как можно ближе к их спаму турки выставляй. Я сверху на блат сталкере контрю. Если вдруг они выйдут, я их сразу грабну тогда. Кто-то минирует щас с фишками клифф, нет? Я, я, я минирую. Хорош. Я щас наверх тогда полечу. Я понял. У них там сверху дот есть небольшой на скале. Я щас его пойду разминирую. Чуть-чуть. Сейчас главное, чтобы они преждевременно не спалили. Хотя у нас фоб есть, но его надо продвинуть как-то больше на граунд там. У нас очень неудобное место. Его надо ближе к их входу продвинуть. И тогда даже если они уже спали, то будет не так критично. Вы пока им клиффаки минируете, я им щас сверху разрежу, чтоб у них не было хайграунда. Чтоб они сверху вниз нас не отстреливали. Ё-ё-ё-ёй-ёй. Скажите, косяки бесит. О! Всё, дело пошло. И это всё? По 500 патрон? Так, мясишка надо. Угу. Сейчас надо все горы им заминировать. Везде, где у них клиффа. Ну, по идее, вот эти две горы сейчас чистим. И вот уже получается. Можем взрывать. Мне кажется, когда пойдём уже бахать вход. Чтоб он выбегал. И уже гига его влечит. Да, так и надо сделать. Сейчас сначала горы минируем, освобождаем полностью горы от их спама. Одновременно взрываем и гигу ставим на вход. Или, блять, или сразу можем взрывать. Ну, сначала гигу подставим. А потом взрываем. Чтоб пусть оно выбежало. Да, да, да. Так, ну чё там гига будет? Нет на входе сегодня? А, вижу. Сразу на вход лицом вставать, чтобы они выйти не могли. Раз, два, три. Мем, мем, мем. Ой, блять. Буст, твои сишки. Твои сишки. Твои сишки. Блин, он же на гиге. Зараза. Чё, ты взорваешь, нет? Не взорвались три сишки. Все. Да, ты. Не заработала твои сишки. Как ты так заминировал, а? В итоге эти флипки остались. Я-то взорваю. Стоять. На гиге сидя. Да, да, эти, блять. Стоять. Отлично. Отлично. Так, но они еще пока вроде не спалили. Я пока никого не вижу. При этом они сейчас онлайн. То есть у них сейчас орпа нету. Они сейчас в онлайне, получается, сидят. Походу какой-то челик у них, который, скорее всего, утром к нам постоянно приходит. Он, скорее всего, в онлайне сидит, там фильм какой-то смотрит. Иди на мехи, чисти, я сейчас буду его перестать. Угу. Пошла жара. Так, стоп. Где щит-то? Ну, пошла жаришка. Нам очень повезло этот челик, который остается у них на ночное дежурство, охраняет базу, либо уснул за компом, либо завтыкал в какой-то фильм или сериал. Ну, в общем, получилось так, что у них база находилась в онлайне и, соответственно, никакого снижения по урону не было. Ну и постепенно, пока мы расчищали место для своего фоба, в дискорд начали подтягиваться знакомые. Потому что весь этот рейд проходил на стриме в дискорд канале. А, зараз не спишь. Не хочешь зайти по ночам? Ну, почему я не хочу, я сплю. Ясно? Я лежу в кровати, у меня вот поршка сверху. Я смотрю, как... Воды ее занимаются. Я, вообще-то, полезным делом занимаюсь. В ироке? Да. Ну, ты же их не смог никак снести. Я, понятно, иди нахожусь как бы. Ну, говорю, у нас рейд. Вот видишь, я сейчас спам чищу. Они нас опять пришли рейдить ночью. Вообще капец, я не знаю, что делать. Заходи быстрее. Ну, ты не видишь урон, блядь, вон, алло. Вон, мы под медвежкой уже чистим. Почти им вход очистили, сейчас фо будем ставить. А за меня, пол восьмого утра, да? А вы шутите, блядь. Ты че, дурак, блядь? Это че такое? Это дурак, блядь, блядь. Сушенка, давай я херой, анимайся. Заходи, помогай спам чистить. Говно, заходи. Сушенка. Ты че, ебану, ты у меня пол восьмого? Игорь, шо? Ты на МТСе два дня рейдил. Мы на МТСе все дни рейдили подряд. Какой пол восьмого дебю? Да ко мне ты на вневерно дойди. Какой универ? Коронавирус-то заболеешь, умрешь. Добрый, блядь. Реально, блядь. О, кашель, оо, понятно. Все ладно, пока. У тебя с теми много, я ж. спидозник, не общайтесь с ним я, блядь, раз в год заболею, нахуй переболел, потом, блядь, я не знаю, что такое это за таблетки в стиме много игр? кого? игр ну да о, дай стиму у Олега попросил не, а до сих пор да он пока еще живой а вот ты в смысле пока что за звук? классные звуки а вот это за звук это за звук кошку вылизывает ХОЛЯ ДАЙ Я ПОРЭЖУ Сосиб Сосиб Сталин одном месте, на поле не знаешь где Нам нужна дает комплектация Официально для этого позвольте Чистит глак, чистит выгоните его отсюда чел как пиздил с утра таки пиздил а ты как ебловал целый день собачка он на 20 минут пошел погулять час дебил ты пошел спать уебал 200 пороха тысяч проебал в сервисе оборудованном площадке в москве в москве в москве проебал 200 тысяч пороха с тем как вырублен в шоке я так как зарегулировал дебил противополечить мать не заработал в том числе авгардов билет а покажи через кашу довольно у них и так видно у них там линейка турнир стоит хайков ну смотри и нестидасти нашу там дальше было ночью на дробь ну вон там она у них высокая вообще один птер влетает о такой что он с детекцией 319 хочу в голову не а там разве x урона есть у прозором ну вот в голову чисто вообще одна фигня вот это захуевались от родных сосих какой есть у андрейки пошли в этом салона прозорю бы давно прозор хорош всего был и по экономике по экономике смысле она на греш вот газик около него стояла гача куда она упала как она в мэш чек не у нас мтс канала скинул один месяц после вайпа вам флаг жалко ну давай ну кира так не залезть учебу горой там кира должен алёй он пил бы просто это не смотрел полагает в пусты чё блин так как мы говорим к лето я пытаюсь к миггадеку щитом у меня я чё тут передумал может что он прикрыться ползи неужели блять чеха так стреляем у многих он Тихо ты, не говорите под руку, я поторопился, нахер он танчит вообще Сука, заходи на турки, разворачивайся Да, что-то он вообще очень долго думает, слушай Заходи, газик Все, изи Бля, он, бля, какой-то вообще аутист, как он на оф попал Так его, короче, на авто заинватили, и на следующий день кикнули Вафля, блядь Уйди! Бля, когда надо было, блядь, он не шел Твою мать Запаковал Слушай, ну стенка у них очень хорошая Большая, много друг Ебанить у них, у них не заряжены, турки, от 1900 Уже зашли 20 минут Коля, птерчик и давай Так, прикол в том, что у нас вообще ни одного птера нету Мы не были готовы Не знаю, я бы попробовала в эту ду... А, ну там, да А, проверьте, подождите Я спам почищу Проверьте, они на онде и этот, плейр стоят у них тут или нет? Типа, если на онде и плейр, застроить порося и чисто на порося подойдите Там порося, блин, разморозит за секунду Своих взорвай, нахуй Ну если и нет Ты только видел, сколько там порося, за секунду акритик? А если стоит застройка, чтобы... А отойди от фундамента Типа, чтобы на него вообще не стрелял Ничего я пробежать не смогу, да? С фунда отойдите Конечно, пробежать можешь Беги Ну если через несколько смертей Прикол в том, что мы когда сюда шли, мы хотели просто спам почистить, дот на входе поставить Тут пробежать нужно Нет, так не пробежишь, ты 10, блядь, турки уже не пробежишь У нас птеров нет, чтобы это реддит Мы не готовились реально к рейду Мы хотели просто погрешить Проверяю пацаны Чекаем Нет 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 Где ты? Что с ним, кстати, он вообще даже, блядь? Крупа даже нет Он просто дематериализовался Просто аннигилировал Да он по идее здесь прям не встанет просто-напросто Нет, там винтовку не сможешь прострелить далеко Либо его дальше протолкнет, а он сдохнет, либо он... Стой-стой-стой Да, зато трайка тут выкинули Он не пройдет Слишком музыка тут Гениально Понимаю Там трайка мы не прозаряжаешь Там слишком высоко Тут это все птерами реддится Надо нам идти реально птеров томить Ну и так как мы поставили достаточно внушительный дот на вход в эту пещеру И они выйти просто никак не могли, кроме как через трансфер Мы оставили там одного человека на охрану всего этого дела Чтобы это нам под шумок не снесли И отправились массово приручать новых птеров самочек Чтобы можно было их вырастить под перевязочкой И уже через денек, если конечно же наш фоб столько продержится там Залететь к ним в медвежку на импринтовых птерах И разнести все там к чертям Просто все клефами заспает так фундаментом И они заебутся это чистить Так, ну я в принципе сейчас почти всех самок собрал Со всей пещеры Но их мало Надо еще нам приручать Очень мало самок Там я думаю нам птеров 20 надо Суммарно, чтобы всю эту стенку снести По другому там я думаю вообще никак Отпратиться Один пускай на центре летает приручает птеров А кто-то еще на рагу пускай сходит Сверху вообще нету птеров больше Да, я всех птеров, которые у нас на базе были Собрал Сейчас их осталось еще только спарить Ну и Заходите на оклемление Надо, чтобы с импринтом залетать Иначе мы не сможем ту стенку сломать После чего я отошел в магазин И когда уже вернулся домой Оказалось, что человека, которого мы оставляли на охрану фоба Каким-то образом умудрились взять в плен Сейчас попробую Конечно освободить я вообще ничего не обещаю Потому что тут текстуры мега убогие И рельсатрон не стреляет так как он должен стрелять Ну как бы что я могу то попробую сделать Я сейчас у тебя главное найти где ты лежишь Как бы easy Хотя бы никому не говорю Все равно что фк вроде Так живка диадона вижу Не знаю куда они его спрятали Но в рельсатрон я его так и не смог найти Выше чуть-чуть Просто вот этот пятьдесят второй Где это мой? У них либо креоподов нету Либо я хочу Они живку свою не прячут Хотя вроде уже в онлайн бегают там Там у них кецаль бегает маленький А зараза его на свисте отводят Минус дрейк Опа Минус еще кецаль И еще кецаль И еще кецаль Господи как же это красиво У них реально походу креоподов нет чтоб все это убрать И один в репликаторе вроде Сейчас рельсу попробую скрасить нормальную С принта вчерашней Ой Много изготовления Я надеюсь у нас резов то хватит на него нет? Надеюсь хватит Да есть Повезло Так а еще один можем? Блин Реально кайф Какой же кайф с гатчами играть? Просто не столько резу дают Три рельсотрона нормальных скрасил Сейчас можно над ними вообще нормально так прикалываться Сейчас меня синим вообще реально задолбало отстрелить живку там мало урона Там блять Там кецаль не летает Это абер ебаный Да Там на абере не получится никак А А Брэйк вазя драйк Не 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 Он из гигантик Ну в грибах где блять Синебионы грибы Я не понял Вальха Вальгуэра Аберейши Да нет Он блять у него в скорость Скачан перс Я не успеваю его грабнуть Ой Ой Нет Вот он А сиго Ну у нас монада Чемпионера Точка А сиго? С турок дай его ёбаного Просто у меня звука нету пизда А есть хилки блять хотя бы нахуй тут вообще существует блять Я щас сдохну Он мне чуть не спалил ган Вы их там как раз вот щас на входе развлекаете Я им живко отстреливаю У них реально криоподов нет походу он тут притык 3 турки поставил возьмите пиво гранику взорвите а я сейчас разъебу за ракетик не что самое главное чтобы вы сидели их просто на входе развлекали пока они бегают я им побольше живки отстрелил слушает топ моногат походу бридовая которую из которой они скрещивали слушай я вообще не удивлюсь если они потом будут всем рассказывать что его бобби через текстуры рейдил и админы ничего не сделали это реально кончено и не похода рен не понимаешь что экстрелесатрон просто не будут у них свинок отстреливаем даже нечем будет хилить на в лицо чисто отгачи мутился чувство не крео ходит с гига она заблокирована пока до кроты тут было бы легко да сука он задал пол откуда их креоподы появились у них же не было креоподов все убежал я его не могу достать нет тут уже не наводится рельса он где-то на нижних уровнях бегает монагу отвел козел газик так вот все он в крылышко в крылышках пацк бегает да почему не наводится я хозяин да ну рельса просто не наводится их двое может двое да они вдвоем уже с креоподами начали бегать то сколько тебе надо попасть то не пойму ньютик хочет креоподить бам в могилу нормально всех поймут кстати фармится вижу какого черта его убить мог просто урон у меня просто урон стрельцы не прошел по что гребаные текстуры арка я слышно от когда они приходят рейдить у них реально не получается они на отходе постоянно до сицы начинают придурки а сейчас они сидят в пещере они даже выйти из нее не могут вообще никак они просто там сетка испугавшиеся крысы ничего сделать абсолютно не могут и говорят чтобы мы доз какой-то включали ничего совсем конченые это просто такие гениальные стрелки кидают купол открыли турки турки как там турки и до турок там очень далеко они на всю базу купола раскрыли чтобы живка не простреливать чуть позже челика которого брали в плен решили перенести в какое-то другое место чем он нам сообщил радостно в дискорде что вы пытаются куда-то перенести я решил воспользоваться этим моментом и освободить его из плена так как до этого момента его нигде не мог найти через рельсотрон его просто не было видно тихо 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 убил есть освободил освободил да 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 я убил того кто нес только коля блять лучший на просто лучше просто блять величайший игрок на просто раз и все это а это коль окса вы говорили вот бобби шоу блять только видео делает еще братья стрелять умеет наху с этого стрелять сатрона профессионально блять ладно это рассаду тут явно надолго я короче ставлю себе капсулу еду смотреть викингов потому что без первых мы ничего не сделаем ну они типа реально даже не понимаешь что им нужно делать что ли так я вот от том и говорю они даже законов обид нас не хотят т.п. должен быть у них уже на базе есть т.п. либо просто либо просто на вас бы поставили т.п. и все да они думают скорее всего что они не идут дальше но пока у нас птеров нет да мы дальше не зайдем но что им мешает просто выйти из пещеры через трансмиттер и поставить контрфоб на нас видишь им пока ничей блин когда мы ойлоку вспомнишь олег т.п. рейдили они вообще нихера не делали пересидели блин но это скучно это же вообще не выходи или спортсмена сидели в пещере и просто ну и ноль импакта ноль урона нам сделали а мы просто давили и заходили и заходили так тут практически то же самое то есть мы dota напротив входа поставили они выйти не могут и даже закон фобит не собираются я короче дальше спать пока птеров нет но слушай в принципе 2000 хп если мы еще привязку накинуть нормальное седло из пива можно будет еще в городе посмотрим просто в городе я не шарю я тоже но эти клоуны пушить вообще там не собираются абсолютно нашу дот так что я думаю что время есть 20 птеров готовим и на 20 птерах я думаю там за полчаса мы их разнесем спокойно они пишут что мы можем туда сидеть им типа вообще пофигу что мы их все равно не сможем не к зарядить господи это сага реально какие-то клоуны них шмотки дина у них все лучше нас они даже законность нас не могут ним короче написал что мы сейчас просто арк на это dot воткнем и пойдем со спать сейчас это я релизу возьму это не ночью у нас не они есть типа кормушки есть теруи атаков к вырастут все реально орб воткнуть нам на фоб и можно спокойно уходить они вообще с ним ничего не сделают так у тебя же семник виден что это один и тот же человек но они они вообще походу даже не нашу такую стимники спустя еще какое-то время пока мы валяли дурака мне в дискорд написал чел либо из их трайба либо просто из их тусовки о том что они начинают разбирать базу они базу разбирают кто кто-кто рова конечно кто еще ра да почему а я откуда знаю мне вот щас тип в дискорде написал что они базу свою начинают разбирать сейчас я сбегу подожди голый я тоже захожу ты чё угораешь что ли я нет я без понятия может быть это пранк я вот сейчас сам захожу посмотреть да не да вы чего я ничего зря все вот это вот делает я надеюсь мы не зря птерф выращиваем слышь а почему у нас вот забирают двое за голосами смысл забирают они просто это они за свой поздимали что они ничего не забирают алёк лян что там происходит на стенку них все еще стоит на входе вот разобрали не 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 дата у них стоит с другой стороны посмотрю там лучше было видно сейчас бегу розарник детектив машине жив кто же убивают закреп ходили слушай да 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 реально 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 они свою базу разбирают да да вон у них у них куча мешочков там не связь сейфы демолишнули у них тут короче были эти ресурс боксы не себе все ресурс боксы демолишнули у них куча мешочков на базе и вон там челики бегают по базе вы чё рофлите не слушай я вообще такой трэш они нам сначала в чате пишут что я вообще пофигу мы можем тут съесть сколько хотим им вообще плевать на нас потом сидят свою базу разбирают что за бред типикого рукам нинти фобнули ничего не могут сделать разбирают свою базу пишут что мы опущены и при этом они сами свою базу пускают как такие дауны пятен видим мозга делает не щас короче ко мне админ тэпнулся и говорит что мы черти и убиваем онлайн типа челики из-за нас сервак оливают микро с тобой короче не интересно играть и приходит людей опускаешь на пвп заканчивается в чё я так так как нахуй ты их опустил в натуре блять ты взял выебал блять не просто базу сворачивают не ну слушай мы когда на мтс играли там тоже этот все полото рейдили там тоже самое пацаны просто при нас во время рейда начали база разбирать или какие варки слабые игроки конечно попадаются у них все лучше чем у нас и они сдались ё-моё ну в общем ребята так у нас рейд и закончился мы специально постарались под ним подстроиться пришли в их prime time в которой они приходили к нам три дня подряд оказалось что они все-таки иногда бывают и фока в это время мы их зажали в пещере и они сначала писали то что им вообще плевать на этот фоб что мы им никак не мешаем они занимаются внутри своими делами и на нас им вообще плевать что мы якобы вместо них поставили спам и дот на улице и добавили тем самым им лишнюю защиту при этом на протяжении практически всего времени рейда они не делали никаких попыток выйти через трансмиттер на улицу как-то законтур фобица поставить телепорт на улице поставить какие-то турки на улице как нас поджать оттеснить вообще никаких таких попыток не было возможно они сами не додумались до этого ввиду своей глупости хотя с другой стороны приходить нас рейдить и при этом брать с собой телепорт них ума хватало чтобы на рейде можно было удобно перетаскивать нужные ресурсы с базы приходили они к нам три дня подряд с речами что мы нубло что мы вообще никто и звать нас вообще никак при этом когда мы к ним всего лишь один раз пришли один раз их фобнули как они это любят делать по утрам и как итог они не перешли даже на какую-то другую карту от нас то есть они от нас даже не сбежали они просто решили разобрать полностью свою базу при этом признав что они проиграли и уйти с сервера в общем я думаю и так и мыслящим людям понятно что мы пытались подстроиться под них но что-то пошло не так и ребята просто решили ливнуть с сессии к сожалению вот такие вот у нас балабольные противники попались но и поскольку это был единственный трейп против которого мы сражались около недели и край до которого мы практически вообще не готовились вы сами все видели у нас даже птеров не было для этой медвежки нам приходилось уже после того как мы их фобнули разводить и искать приручать этих птеров в общем я хочу сказать что после того как эти люди ушли сервера актуальных врагов на сервере не осталось и к тому же еще официальные сервера новые открылись так что было принято решение передать базу другим знакомым которые тоже играют на этом сервере они уже разобрали на ресурсы может быть там еще что-то сделать с ней я даже сейчас и не знаю ну и короче после этого рейда мы перешли играть на официальный сервер ну вернее основная часть моих знакомых пошла играть на официальный сервер а я решил что открытие новых официальных серверов это хороший шанс записать настоящее соло выживание на официальном pvp сервере где ни один тупейший хитерок не сможет пукнуть в комментах что мне там помогает админы и вот всякое такое что очень любит присваивать практически всем ютубером которые снимают на онлайн pvp серверах в любых играх в том числе и в расти сейчас уже на момент монтажа это серии новый сезон выживания на pvp сервере официальном прошу заметить записан я думаю что там хватит где-то серии на 15 с общим весом где-то на 700 гигабайт это кстати одна из основных причин почему так долго не было роликов и почему промежутки между выходом видео стали такие большие я был очень сильно занят плотным pvp контентом данная серия является заключительной серией сезона следующий сезон я буду выкладывать тоже с неофициального сервера но не русского а зарубежного многие его знают называется он мтс сразу говорю что сервак очень посредственного качества в том числе там есть играющая администрация короче люди которым это реально интересно может найти очень много количества видео англоязычных на ютубе где есть прям все подробные разоблачения очень много пруфов в общем мтс уже как 3-4 месяца назад еще слили причем там реально с потрохами со всеми пруфами практически на каждого второго админа но на момент когда мы там играли этого всего не было и мы практически были тогда участником вообще всех этих событий странных короче ждите скоро начнет выходить сезончик но сразу говорю что я вам не могу вообще никак и рекомендовать играть на мтс в том числе я не могу вам рекомендовать играть на каких-то тех самых русских проектов парку или по другим играм а всякие преролы в видосиках которые помечены как реклама это не больше чем обыкновенная реклама которую вы видите по телеку или на ютубе кроме как андетарка поскольку это на данный момент самый крупный сервер парку в россии я не говорю что это самый лучший сервер в мире я говорю что это самый крупный проект в россии самым большим количеством серверов и самым большим количеством арендуемых машин и поскольку это самый крупный сервер в россии здесь за администраторами очень большое количество людей следит поэтому какого-то полного и лютого пиздеца как на рампэйджи на рунайте и на прочих серваках русских, здесь нету, поскольку это реально большой и крупный проект. У которого кстати в эту пятницу, ещё раз напоминаю, 10 апреля выходит 10 Man Tribe сервачок, ссылочка на который будет в описании. На этом у меня всё, всем спасибо за просмотр, знаю что очень много лишней информации под конец, которая была мало интересна тем кто не играет в арк, но тем не менее, если ты аж дослушал до сюда, то обязательно подписывайся на канал, а также не забывай поставить колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях по выживанию в арке, и жди новый сезон.